На территории 14-го избирательного округа было расположено два избирательных участка. УИК номер 1287 находился в здании музея-заповедника Горки-Ленинские. Здесь могли отдать свой голос более 2300 избирателей. Все условия проведения выборов соответствовали эпидемиологическим нормам. Контроль термометрии, мы измеряем температуру, каждому избирателю выдаем индивидуальную ручку, маску, перчатки, если у них нет при наличии, дезинфекцию проводим. Все предусмотрено. Напоминаем избирателям и наблюдателям, чтобы придерживались определенной дистанции. На вакантное место в Совете депутатов претендовали 16 человек. Практически каждый из них направил следить за ходом голосования наблюдателей. Также многие из кандидатов присутствовали на участке лично. Проходит нормально, если не взять его внимание, что, конечно, как всегда дебоширует. И создает такую нервозную обстановку Сирябов. А так вот посадил, сейчас посмотрите, куда свою, она не наблюдатель, привез просто жительницу, посадил ее на музейскую площадку, она сидит там, наблюдает. С течением дня активность жителей возрастала. Мы живем в этом поселке, и нам надо, чтобы наш кандидат прошел. И за нас, мы болеем за него, и он, чтобы за нас болел. Потому что это мое гражданское право. Поэтому пришла голосовать. Надеюсь, что наш кандидат победит. Второй участок номер 1288 располагался в Доме культуры поселка Петровское. Избиратели надеются, что благодаря их выбору жизнь в поселке улучшится. Раньше было, когда была часть, то у нас тоже было хорошо. А потом как-то все с возрастом. В целом, выборы прошли без серьезных нарушений, которые могли бы оказать влияние на результат. По итогам голосования депутатом был избран Артем Грудинин, набравший 503 голоса. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова